Мы должны осознать, что имеем внутри. Кто-то ожидает, что Бог помажет их, а Бог уже сказал, «Христос в вас — упование славы». Вы не нуждаетесь в возложении рук Бенни Хина и благословении из уст Ти-Джи Джейкса. Вы уже под благословением и благодатью, ведь вы — Божье дитя. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с Ним и с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Скажите все, беременные обетованиям? Повернитесь к сидящим рядом и спроси, «Ты беременна?» Нет, я шучу, опасный вопрос. Спросите соседа, «Вы беременные обетованиям?» Я пришел, чтобы объявить всем мужчинам и женщинам, и молодым и старым, «Вы беременные обетованиям Божьим». Возможно, вы не понимаете, о чем говорит этот проповедник. Мужчины не беременеют. Это просто невозможно. Однако Библия говорит нам о семени Слова Божьего, которое возрастает внутри нас. Библия говорит, что когда вы приглашаете Иисуса в свое сердце, то тайна всех веков — Христос в вас. А во Христе все обетования Божьи и сокровища Божьи, они все во Христе. И если Христос в вас, то вы беременные обетованиям. Вы вынашиваете будущие мечты, будущие видения, будущие чудеса. Вы еще не видели ваших лучших дней. Для вашей жизни припасено столько прекрасного. Внутри вас есть еще нетронутый потенциал, «Если в вашем сердце Иисус, то вы беременны Божьим обетованием». Это всего лишь вопрос времени. И они восполнятся. Откроем Луки, глава 1, стих 5. «Да восклицаете Богу». Я хочу показать вам пять путей, как мы можем видеть исполнение Божьих обетований в нашей жизни. Пять путей, показанных в первой главе Луки. Во времена иудейского царя Ирода был священник по имени Захария. Он относился к священническому роду. Он был частью священства в те времена. Его жена Елизавета была потомком Арана. Они жили благочестиво, ходили угодно в очах Господа, старались во всем быть ему послушным. Елизавета была во всем верна своему мужу. Они не жили в каком-то грехе, но, несмотря на все это, Библия говорит, что они не могли иметь детей. У них не было детей, потому что Елизавета была бесплодна. Вы можете жить правильно, ходить в церковь, но в какой-то из сфер вашей жизни все еще быть разочарованным, потому что в этой сфере вы не увидели руки Божьей. Но я хочу сказать то, чего вам не хватает, это открытая дверь для вмешательства Бога в эту сферу. И все это не ошибка, не случайность. Есть причина на то, что не все сферы работают на 100%. Просто Бог хочет явить свою славу в вашей жизни. Захария и Елизавета были известны своим благочестием, но все знали, что у них нет детей. Бог готовился явить чудо в их жизни, чтобы окружающие знали, что это Бог. Кто из вас уже настроен скептически? Ну да, опять учение веры. Но вера — это главный ключ в Библии. Все, что мы так хотим достичь или получить в жизни, напрямую связано с нашей верой. Враг атакует нашу веру сильнее всего. Ваш грех — это не ваше желание согрешить, но недостаток веры в то, что Бог может восполнить эту нужду. Вам недостает веры, что Бог может дать вам удовлетворение вне греха. Враг атакует веру, потому что вера производит спасение в вашей жизни. Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий, кто хорошо себя ведет, унаследовал жизнь вечную». Я неправильно процитировал. Первый ключ к исполнению Божьих обетований — это верить. Нужно верить. Я дам вам пять ключей, с помощью которых вы можете забеременеть в духе. Вы говорите, «Я знаю, что нужно, чтобы забеременеть». Я не об этом. Я говорю о том, чтобы стать духовно беременным и увидеть Божьи обетования исполнившимися. Вы должны верить. Вы спросите, «Пол, какой толк в том, что я буду верить, что произойдет что-то хорошее?» Не лучше ли принять реальность такой, какая она есть? У вас займет столько же времени и энергии, чтобы провозгласить негатив в будущем, чтобы верить, что негативные обстоятельства постоянно будут преследовать вас по жизни, сколько и чтобы верить, что все обернется на лучшее. Бог приносит в мою жизнь то, в чем я нуждаюсь. Бог готовил съявить себя в жизни Захарии и Елизаветы. Они были бесплодны. У них не было детей, и они думали, что упустили свою возможность. Но их нужда стала платформой для того, чтобы Бог явил себя. И когда Захария служил в храме Божьем, он вошел во святилище. Там ему явился ангел Божий. Захария оцепенела от страха. Но ангел сказал Захарии, «Не бойся! Я хочу адресовать эти слова вам сегодня. Не бойся!» Скажите, «Не бойся!» Не нужно бояться, не нужно страшиться. Некоторые из вас живут в страхе. Вы думаете, что Бог не вступится за вас, что вы проиграете дело в суде. Вам нужно уверовать в Божье обеспечение, в Божью защиту и в Божье избавление. Ангел сказал Захарии, «Не бойся!» «Не бойся!» «Твоя жена родит сына, и ты назовешь его Иоанн». Вы будете прыгать от радости, и не только вы. Многие будут радоваться его рождению, ибо он будет велик перед Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Вы знаете, что этим Бог сказал Захарии? «Что внутри него было будущее, будущее в очреве твоей жены». Захария засомневался. В следующем стихе Захария сказал, «Ты ожидаешь, что я в это поверю?» На что ангел ответил ему, «Я Гаврию, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою, и благовестит тебе сие, за то, что ты не поверил словам моим». За то, что он не поверил, за то, что ты не поверил словам моим, ты будешь молчать. Порой Бог вынужден закрыть нам рот, чтобы не допустить, что мы прокляли свое будущее. Некоторые из вас проклинают свое будущее, провозглашая в него негатив. Но Бог говорит, «Мне придется заградить ваши уста, потому что эти чудеса произойдут. Хотите этого или нет?» Будущее внутри вас. Положите руку на живот и скажите, «Будущее внутри меня». Внутри вас будущие мечты, будущие чудеса, реализованный потенциал, написанные книги, начатые служения, будущие специалисты и профессионалы. Второй ключ — вам нужно принять. От начала творения существует система сеяния и жатвы, поэтому Богу не нужно каждый день просыпаться и думать. Нужно создать больше людей, потому что первых двух людей Он создал так, что семя мужа оплодотворяет яйцеклетку женщины. Единственное отношение, способное размножаться, это отношение мужчины и женщины. Двое мужчин или двое женщин не могут размножаться. И так Бог создал время сеяния и время жатвы. Так же и деревья, которые мы видим сегодня, начинались с малого семени. Семя приносит плод, но Библия говорит, что есть бесплодная почва, есть тернистая почва, каменистая и мелкая. Есть добрая почва. Я верю, что Церковь Победа — добрая почва. Иисус говорил, что есть почва, которая не может принести плод. Тернистая почва. Он имел в виду людей, которые наносят себе обиды, конфликты и гнев. Они слышат проповедь, но это слово не укореняется в них, потому что в их сердце есть ненависть, непрощение к окружающим, в их разуме полный беспорядок, и они не могут принять слово. Есть почва мелкая, люди хотят принять слово. Но они не готовы стойко терпеть, ждать, пока семя прорастёт. Есть почва каменистая. Это люди-скептики. Они полны неверия. Они делают выводы. Меня не проведёшь. Я на это не куплюсь. Но добрая почва производит урожай в сто крат. И сегодня некоторые из вас принимают в сердце семя. И вы говорите, «Я верю, что в этом году я увижу Божью милость и приму Его мир и радость. Я принимаю обеспечение в этот год. Я принимаю от Бога всё, в чём я нуждаюсь. Скажите, «Я принимаю». Давайте все повторим, «Я принимаю». Легче славить Бога, когда обетование уже исполнилось. Легче благодарить, уже получив благословение и танцевать от радости, избавившись от долгов. Нужна вера, чтобы славить до того, как вы обрели семью, как наступил прорыв, как Бог истелил ваше тело. Нужно научиться славить Бога до того, как обетование исполнилось. И в 28 стихе ангел является Девей Марии. В этот момент она ещё не замужем. Она ещё не познала мужа. Ангел сказал ей, «Радуйся, благодатная. Господь с тобою. Благословенная ты между женами». Ангел не сказал, «Ты будешь благодатной и благословенной». Он сказал, «Ты уже благословенная. У тебя уже есть благословение Господа. Ты уже имеешь всё, в чём нуждаешься. Благословение уже течёт через тебя. Я пришёл не для того, чтобы вложить в тебя что-то, чего у тебя не было. И я пришёл, чтобы возвестить в тебе, кем ты уже являешься». Лучшее откровение, которое мы можем получить, как верующие люди, заключается в том, что нам не нужно ничего добавлять. Нам нужно осознать, что уже есть внутри нас. Кто-то ожидает, когда Бог поможет мне. Но Бог говорит, «Христос в вас упование славы». Вы не нуждаетесь в возложении рук Бенхима и благословении из уст Ти Ди Джейкса. Вы уже под благословением и благодатью, ведь вы — Божье дитя. Всё, что вам нужно, всякая дверь, которая ещё не открыта, мир процветания, приют, победа над независимостью, деньги, которые вам нужны, всё это уже внутри вас. Бог всё уже в вас вложил. Пора этому родиться на свет. Вы беременны обетованием. Беременны всем, в чём нуждаетесь. Скажите, «Я беременна обетованием». Да, звучит странно. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Вот в чём наша проблема. Мы не можем принять то, что Бог нам хочет дать, потому что думаем, что так много зависит от людей. Мы думаем, «Если у меня нет нужных связей, если нет тех, кто поддержит меня, то как Бог сделает это?» Но Богу не нужны помощники. Ему не нужно созывать совет директоров, чтобы получить одобрение от всех остальных. Если я сказал, «Я это сделаю». Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдёт на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое меречётся Сыном Божьим». Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, зачала Сына. Бог называет тебя тем, кем ты ещё не являешься, чтобы ты Ним стал. Бог называет тебя благословенным. Ты говоришь, «Как я могу быть благословенным, если для людей я бедный? Как я могу быть сильным, если люди называют меня слабым? Как я могу быть победителем, если люди говорят, что я проигравший? Как мне иметь мир, если люди говорят, что в жизни моей хаос? Как я могу быть призванным Богом, если люди называют меня зависимым?» Ты становишься тем, кем Бог называет тебя. Не главное, что люди говорят о тебе. Главное, что говорит о тебе Бог. Вы принимаете это семя сейчас. Итак, третий ключ — покорить свои планы Его целям. Покорить. Первый ключ — верить. Второй — принять. И третий — покорить. Ангел сказал, нет ничего невозможного с Богом, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И Мария говорит, да будет мне по Слову Твоему. Пусть со мной исполнится то, что ты сказал. Мария осознавала цену. Это помогло осознать, что Иосиф разорвет с ней отношения. Возможно, вам придется распрощаться с некоторыми людьми в вашей жизни и попрощаться с зависимостями, за которые вы держитесь. Покориться означает сказать, «Господь, я весь Твой, моя почва плодоносна. Я готов к Твоим чудесам и к исполнению Твоих обетований в моей жизни». Я помню, я посадил в саду одно дерево и ждал полтора года. Но дерево так и не росло. Казалось, оно вот-вот умрет. Я позвал эксперта и спросил, что мне делать. Он сказал, у тебя есть немного времени, чтобы пересадить его на новое место в саду. Возможно, просто эта почва не подходит для него. Я пересадил его в шести метрах от того места, в том же саду, и на следующий год дерево начало расти. Мне и в голову не приходило, что причина могла быть в почве. У некоторых из нас есть проблема с почвой. Есть причина, почему эта мечта не исполняется. Потому что есть непокорённая почва в вашем сердце. Там царит горечь и боль, царит непрощение и зависимость. В 1976 году человека по имени Джордж остановили за вождение в нетрезвом виде. Офицер сказал, кто перед ним. Он знал, что Джордж начал пить, ещё будучи подростком. Он пил с молодости. Немного, но регулярно с друзьями и партнёрами по бизнесу. Теперь он не знал, как удержаться от алкоголя. Ближе к 30 годам он пил уже каждый вечер. Пил крепкие напитки и пил очень много. Ему исполнилось 30, и он превратился в алкоголика. Он пил каждый вечер и часто был пьян за рулём. Офицер полиции сказал, Джордж, ты знаешь, что у тебя есть будущее. Ты не можешь так больше продолжать, прекращая пить. Он мог посадить его в камеру, но отпустил. Джордж вернулся домой и в слезах сказал жене, я должен изменить свою жизнь. Его жена Барбара молилась о том, что её муж изменился. В тот день Джордж Буш принял решение и впоследствии стал президентом Соединённых Штатов. Он не пьёт уже 40 лет. Он последовал плану Божьему для его жизни. Прошло 40 лет. Он знал, что его ждёт в будущем. Роберт был актёром, который снялся в паре неизвестных фильмов. Сначала он просто курил, потом начал курить марихуану, потом перешёл на кокаин и амфетамин. Он попал в ловушку наркотиков. Он попал в тюрьму и решил, что его карьере пришёл конец. Он думал, что всё хорошее уже позади, ведь он не мог разорвать круг наркозависимости. Но кто-то сказал ему, Роберт, у тебя есть будущее. Ты думаешь, что всё лучшее уже позади, но есть что-то большее. Не выбрасывай это из-за минутных удовольствий. И результат — пустота. Роберт попал на реабилитацию. Он не употреблял наркотики с 2003 года. Роберт Дауни-младший не имел бы возможности сниматься. Мэл Гибсон дал ему шанс. Потом перед ним открылась широкая дверь. Он снялся в фильме «Железный человек». Сейчас он один из самых богатых актёров на Земле. Почему? Он прекратил заигрывать с тем, что крало его предназначение. Некоторые из вас носят в себе ребёнка, но делают аборт, возвращаясь к прежним делам. Но Бог говорит, «Если вы покоритесь, я принесу в ваше будущее то, что намного лучше». Но вам нужно отказаться от привычек, которые держат вас. Четвёртый ключ — «Окружи себя беременными людьми». Они подумают, что вы странный. «Эй, у меня уже есть муж». Нет, я имею в виду, «Обращайтесь с людьми веры, с теми, кто носит в себе обетование, что внутри них есть предназначение». 39 стих. «Мария не теряла времени. Она поспешно отправилась к Елизавете. Елизавета скрывалась от человеческих глаз. Порой, когда ты ждёшь исполнения мечты, тебе лучше побывать наедине с Богом. Он подготовит тебя к выхождению в народ. Бог готовит тебя в уединении с Ним. Марии нужно было оставить привычное окружение, чтобы окружить себя правильными людьми. Ей нужно было найти беременного человека, который бы носил в себе обетование от Бога. Когда она вошла в дом Елизаветы, которая жила вдали от людей, она услышала, как младенец в череве толкнул её. Она была уже на третьем тринестре. Ребёнок скоро уже должен был родиться. Но она не была уверена, жив ли он. Она давно не ощущала толчков в животе. Но когда она услышала, как Мария стучит в дверь, ребёнок в животе начал прыгать от радости, делать колесо, делать сальто вперёд и назад. Почему? Перед ней была та, кто так же, как она носила в своём череве обетование от Бога, кто так же был беременным предназначением. Бог приведёт в вашу жизнь людей, от которых мечты внутри вас будут подпрыгивать. Когда Мария поприветствовала Елизавету, ребёнок в очреве подпрыгнул, и она исполнилась Духа Святого. Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого. И Елизавета воскликнула, «Благословенно ты между жёнами». Когда они общались, это была божественная связь. И я пророчествую в вашу жизнь. Бог даст вам божественные связи. У Бога есть партнёры для вашего служения и для вашего бизнеса. У Бога есть женщины, которые помогут вам как матери. У Бога есть мужчины, которые помогут вам стать сильным мужем Божьим. Приходя на мужские тренинги, вы познакомитесь с теми, кто заставит мечты внутри вас подпрыгнуть. Вы можете освободиться от зависимости, от вашей проблемы. Кто ваша Мария? Кто ваша Елизавета? Покажи, с кем ты, и я скажу, кто ты. Пятый ключ. Славь Бога до того, как исполнилось обетование. Это последний ключ. Славь Бога до того, как исполнилось обетование. Мария услышала приветствие Елизаветы, и в ответ из её уст полилась хвала. «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спаситель моём, что презрел Он, на смирение рабы Своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его. Явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не заложил сильных с престолов». В свои 14 лет она очень твёрдо стояла на Слове Божьем. Это не была простая песня «Я люблю тебя», «Ты любишь меня», «Мы счастливы вместе». Это была песня поколения. Она вспоминала «Завет Бога» с Авраамом. 14-летняя девушка пела стихи из Писания. Она была беременна обетованием. Весь мир смеялся. Она славила Бога до того, как исполнилось обетование. Легче славить Бога, когда обетование уже исполнилось. Легче благодарить, уже получив благословение и танцевать от радости, избавившись от долгов. После того, как Бог исцелил ваш брак, когда к вам вернулся мир и радость, и ушла депрессия, после того, как вы вырастили детей, и у них всё в порядке, после того, как всё наладилось, после того, как вы поженились, но нужна вера, чтобы славить до того, как вы обрели семью. Как наступил прорыв. Как Бог исцелил ваше тело. Нужно научиться славить Бога до того, как обетование исполнилось. Вы беременны Божьими обетованиями. Я знаю, что вы думаете. Вы говорите, Пол, о чём ты говоришь? Как я могу быть беременным? Но Библия говорит нам, что Христос в нас упование славы. Когда Христос живёт внутри вас, у вас есть так много, что вы можете дать этому миру. Внутри вас так много мечтаний и неиспользованного потенциала. Они ждут, когда вы высвободите их. Вы носите в себе предназначение и будущее. Наступило время вам увидеть исполнение Божьих обетований. Может, вы стоите в проломе за чудо в вашем браке или за чудо в вашем теле, в вашей семье, за вашего брата, сестру, родителей, сына, дочь. Я верю, что Бог заявляет вам сегодня, что вы очень близки к избавлению. И очень скоро увидите, как это обетование исполнится. Вы так близки к своему прорыву. Не сдавайтесь. Начните применять сегодняшнее послание. Начните тренировать ваши мышцы веры в разуме и в сердце. Начните верить и провозглашать, что ваши лучшие дни прямо перед вами. Я верю, что вы носите в вашем чреве ваши лучшие дни. У Бога есть для вас намного больше. Почему бы вам не помолиться вместе со мной? По ту сторону экрана произнесите эти слова вместе со мной. Иисус, я сдаюсь в твои руки. Делай, что ты хочешь в моей жизни. Бог, я верю и провозглашаю, что лучшие дни еще впереди, потому что ты за меня, ты со мной, и ты живешь внутри меня. Будь моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы молились сейчас этой молитвой, то я верю, что вы вступаете в свои лучшие дни. Бог будет являть себя в вашей жизни, как никогда раньше. Если мы можем что-то сделать для вас, сообщите нам об этом. Если вы будете в Талсе, приходите к нам на служение, чтобы испытать на себе жизнь в победе. Информацию о наших служениях вы найдете на нашем сайте. Субтитры подогнал «Симон»